Добрый день дорогие друзья! С вами эндокринолог Шаисупов Умиджан Таджимурадович. Хочу поделиться информацией, как мы излечиваем диабет, как мы достигаем клинической ремиссии сахарного диабета второго типа. Это возможно, если сохранена секреция инсулина. Более у 90% больных секреция инсулина не нарушена. У них, если определить анализ, если взять анализ, секреция инсулина даже выше нормы. Если секреция инсулина сохранена, но нарушена биологическая функция, такое состояние называется инсулин-резистентностью. Инсулин-резистентность возникает за счет дефицита половых гормонов, за счет ожирения, за счет дефицита витамина D, за счет дислепидемии, за счет неправильного питания и за счет гиподинамии. Мы у своих больных определяем причину инсулин-резистентности и лечим это состояние. После излечения наши больные в течение нескольких лет, в течение нескольких месяцев не принимают сахароснижающие таблетки на данный момент и после. Сахар у них не повышается. Они соблюдают здоровый образ жизни, соблюдают умеренную диету. Некоторые даже проводят провокационные пробы. Даже после провокационных проб сахар крови у них не повышается. Мы восполняем дефициты и устраняем избытки. За счет этого достигаем клинической ремиссии сахарного диабета. Можете посмотреть, я вам предоставлю три интервью с больных, с больными, которые достигли клинической ремиссии диабета, которые излечились от диабета и которые не принимают сахароснижающую терапию и сахар крови у них остается в пределах нормы. С целью конфиденциальности лицо больного скрыто. Голос изменен. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Это единственный канал, в котором врач не только говорит, как излечить диабет. Добрый день, дорогие друзья! А вы поверите, если вам кто-то скажет, что женщина болела диабетом второго типа. В течение семи лет принимала таблетки с диабетом, сиафор. Но, несмотря на это, сахара крови постоянно были в высоких пределах. В течение текущего года гликемия у пациентки утром натощак было 15,1, после еды 20, гликированный гемоглобин 14. После лечения больная в течение трех месяцев не принимает сахароснижающие таблетки. В данный момент гликированный гемоглобин у больной снизился до 6,1. На текущий день гликемия натощак у больной без сахароснижающих таблеток 4,9, после еды через 20, 6,1. Сейчас вы можете послушать интервью с участием этой больной. Добрый день! Расскажите нашим друзьям, сколько вы лет уже болеете диабетом, что принимаете? Добрый день! Я болела диабетом 2 типа в течение 7 лет, принимала диабетон Сиафор, несмотря на это сахар у меня постоянно оставались высокими. Потом через интернет я нашла эту клинику при обращении у меня сахар крови утром натощак было 15, а после еды 20. После анализов мне назначили лечение. В течение двух месяцев сахар в крови у меня снизился до 5. И уже в течение двух месяцев я не принимаю сахароснижающие таблетки. На сегодняшний день сахар крови у меня до еды 4,9, а после еды 6,5. Я очень довольна своим состоянием. Большое спасибо, Шариф, вам за интервью. Как показали наши анализы, у вас было состояние инсулинорезистентности. Она присутствует у больше 90% больных с сахаром диабетом 2 типа. Причиной инсулинорезистентности у вас являлось метаболическое ожирение, дефицит витамина D и дефицит половых гормонов. После замещения дефицитов состояние инсулинорезистентности у вас снизилось и пропала потребность в сахароснижающих таблетках. В продолжении я вам ещё расскажу о двоих больных. Мужчины. Первый больной — это Хейт Кулафус-Миддэйн. Вот уже два с половиной месяцев не принимает сахароснижающие таблетки. Сахар крови сегодня утром натощак 5,2, после еды 6,3. Второй больной — Гулямов. Уже три месяца не принимает сахароснижающие таблетки. Сегодня утром натощак сахар крови 4,6, после еды 5,4. Добрый день, Хейт Кулафус-Миддэйн. Расскажите, пожалуйста, сколько вы уже болеете с сахарным диабетом второго типа? Добрый день, диабет второго типа у меня обнаружили 6 месяцев тому назад. Сахар крови утром натощак было 20. Я помню, при обращении вы принимали сахароснижающие таблетки, которые вам назначили по месту жительства. Какие таблетки вы тогда принимали? Сколько раз в день? На тот момент я принимал таблетку диабетон 60 миллиграммов один раз в день и таблетку Сиафор 1000 миллиграммов два раза в день. Так, очень хорошо. После анализов мы вам назначили терапию, да? Как всё это было? Как изменились сахара? Как вы себя сейчас чувствуете? Ну, после того, как я начал терапию, через неделю я уже прекратил приём сахароснижающих таблеток. В связи с тем, что у меня снизился сахар крови до нормы. Лечение очень хорошо повлияло на меня. Сахар крови постоянно держится в пределах нормы. А в течение последних двух с половиной месяцев вы сахароснижающие таблетки не принимаете? Нет, я не принимаю сахароснижающие таблетки. Ни диабетон, ни Сиафор. А сахар крови на сегодня 5,2 на голодный желудок после еды 6,3. Спасибо вам большое, Хуснирдын. Я всем всегда твержу и вам скажу. И во время обнаружения у вас сахарного диабета, и во время обращения к нам у вас было состояние инсулинорезистентности. Секреция инсулина, она была не нарушенной. Была снижена биологическая функция инсулина, биологическое действие инсулина. По анализам мы нашли и устранили причину инсулинорезистентности. У вас это был дефицит половых гормонов, дефицит витамина D и метаболитское ожирение. До тех пор, пока у вас не появятся ещё вот эти предыдущие состояния, сахар крови у вас повышаться не будет. Добрый день. Ибрахмакя, вы когда обратились к нам первый раз, сахар крови у вас было 9,3, да? И гликированный гемоглобин 7,8. Вот после лечения прошло 3 месяца. Как вы себя чувствуете? Что принимаете? Соблюдается ли диету? Чувствую себя очень хорошо. Намного лучше, чем раньше. Слава Богу! Раньше у меня было частое мочи спускания. Сейчас этого нет. И это не всё. На сегодняшний день я очень изменился. Сегодня сахар крови утром натощак 4,6. После еды, через 2 часа, 5 и 4. Уже 3 месяца не принимаю сахароснижающие таблетки. Чувствую себя бодро, как в молодости. Ежедневно занимаюсь спортом, хожу пешком или бегаю. С целью провокации последние дни нарушаю диету. Сахар крови не повышается до... Спасибо вам большое за интервью. Ибрахим, у вас за счёт дефицита тестостерона, мужского полового гормона, и за счёт дефицита витамина D развился метаволитический синдром. Развилось состояние инсулинорезистентности. Это когда при сохранённом или при повышенном секреции инсулина нарушается биологическая функция инсулина. Мы устранили эту причину. Теперь за счёт этого у вас не повышается сахар крови. Даже провокационная еда не повышает сахар крови. И никакие таблетки вам больше не нужны. Только поддерживайте уровень витамина D и тестостерона в пределах нормы, в оптимальном состоянии. Я вас поздравляю с излечением диабета или можно назвать с наступлением клинической ремиссии. Продолжение следует...